Какой Новый год без салюта, мандаринов и, конечно, ёлки? Лишь единицы отмечают главный зимний праздник без зелёной красавицы. Но рубить её самостоятельно запрещено. Поэтому спросом пользуются фабричные. А если хочется дома ощутить запах леса, то только на базар. Эти деревья прибыли к нам из Кургана, и большая часть уже распродана. Почему вы предпочитаете живую ёлку? Ну, живые есть живые. Они дома, запах дышит. Привыкли всё время живые ёлки поставить. Натуральная и ароматная ель обойдётся в 700 рублей. А вот в погоне за экономией можно нанести ещё больше урон своему кошельку. За незаконную рубку нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 3000 рублей. А если сумма ущерба превысит 5000, то действия будут рассматриваться уже по уголовному кодексу. У нас в городе Коголыми в трёх местах можно приобрести ели и сосны. Первое место – это на улице возле торгового центра «Лайм». Второе место – это на улице возле торгового центра «Семейный» бывший городской рынок, на улице Сапочинского. И третье место – непосредственно в торговом центре «Элия», который занимается реализацией цветочной продукции. Там тоже возможно купить ёлку. Главное, за что живые ёлки так полюбились – это запах хвои. Он прочно ассоциируется у многих с новогодним праздником. Искусственную, а потому что уже мало осталось елей живых. Так что искусственная тоже очень хорошо выглядит дома и на улице. Живую. Почему? Ну, новогоднее настроение лучше. Ну, пахнет всё равно лесом. Настроение новогоднее всё равно позитивное. А искусственная – она искусственная, мёртвая. Люблю живую, искусственную, люблю белую. Так желательно, чтобы было просто отличное настроение. Ну, и побольше подарков. Подарки, хорошее настроение и правильно подобранная, и главное – украшенная ёлка – сделают праздник незабываемым. А чтобы натуральная сосна или ель прослужила как можно дольше, ей нужно создать комфортные условия – обеспечить влажную почву и регулярное опрыскивание. Более подробно о выборе зелёной красавицы поговорим в итоговой программе «Вместе», о главном – уже в эту пятницу, 25 декабря. Алина Шаталкина, Анна Корязина и Алексей Николаев специально для новостей.